У этой профессии нет выходных, отпусков и больничных, но это самая важная работа для каждой женщины. Порой этот труд остается незамеченным. Может поэтому в году существует один день, когда мамы всей страны принимают поздравления от своих детей и не только. В России День Матери отмечается с 1998 года. В Ленинском районе в честь этого праздника принято устраивать большие торжества. Здравствуйте, 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 всем вам, у меня есть земля. На сцене детской школы искусств для мам Ленинского района выступили творческие коллективы с песенными и танцевальными номерами. А сотрудники Ленинского управления ЗАГС вручили женщинам, которым посчастливилось стать мамами в этом месяце, свидетельство о рождении. Родителям Надежде Юрьевне и Александру Васильевичу. Первый ребенок. Каждый день над планетой всходит и заходит солнце. И каждый день приносит нам новые дела и новые заботы. И ежеминутно появляются на свет детки. Ну и кто же у нас, получается, тогда родил этих деток? Мамы. Но в зале не только молодые мамы. Здесь и представительницы многодетных семей, и бабушки, которые, имея большой жизненный опыт, точно знают рецепт хорошего материнства. Для мамы самое главное, чтобы у нее всегда было доброе и теплое сердце. И вы знаете, детей надо все-таки баловать, потому что не знаешь, какая ждет его судьба. И ребенок должен все тепло, всю ласку получить в первую очередь от мамы. Для повышения рождаемости и помощи в воспитании подрастающего поколения в бюджете Ленинского района предусмотрено много льгот для многодетных семей. И резкое увеличение числа таких семей говорит о том, что все эти меры социальной поддержки работают. Много проводится по линии наших школ, в том числе и собери ребенка в школу, вы все знаете эти акции. И много других, для того, чтобы нам, несмотря на то, что жизнь дает испытания этим матерям, но они себя видят рядом со своими детьми. А тем, кто еще пока сомневается или боится материнства, мамы с опытом советуют рожать, не задумываясь. У меня двое детей, и я испытываю огромное счастье от того, что у меня два еще раз на полых ребенка есть, и сынок, и дочка. Не стоит думать, надо рожать. Это большое счастье. Со своего праздника гости уходили в прекрасном настроении и понимании о важности своего предназначения.